В прежнюю пору лет сорок-пятьдесят назад вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили и бывало... Помолчитесь! И бывало, сушеную вишню вазами возили в Москву и Харьков, денег было... Сушеная вишня была тогда сочная, вкусная, душистая, способ тогда знали. А где же теперь этот способ? Забыли. Не помнит никто. Ну что? Как? Как в Париже? Ели лягушек? Крокодил ела. Ну вы подумайте, крокодил. До сих пор в деревне были только господа и мужики. А теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И может случиться так, что дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но может получиться так, что на своей одной десятине он зайдется хозяйством. И тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Извините, какая шепуха? Менечка, вам тут две телеграммы. Это из Парижа. С Парижем кончено. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад выдвинул нижний ящик. Гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. А каково? Можно было бы выбрать юбилет, праздновать, предметно-одушевленный. А все-таки, как никак, книжный шкаф. Вы подумайте. Да, эта вещь, дорогой, многоуважаемый книжный шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже более сто лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой муджливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение сто лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Да. И все такое же, Леня. От шара на правом угол режут в среднем. Ну, мне пора. Медикаменты. Может, примите сейчас пилю? А, так, не надо принимать медикаменты, милейшая. От них ни вреда, ни пользы. Ну-ка, ну-ка, дай мне сюда. Да вы с ума сошли. А все, теперь мне принял. Экэ прорва. Ты у нас на святой. Полгедра огурцов скушали. О чем ты? Ну, три года, как же так порночет, но прибыль. А, три года, ты возраст? Простите, Шарлотта Ивановна, я сам еще не уснул поздороваться. Если позволить вам поделывать руку, вы потом пожелаете локоть, потом плечо. Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус. Шарлотта, покажите фокус. Не надо. Я спать сделаю. Через три недели увидимся. Пока, прощайте. До свиданца, до свиданца, до свиданца, до свиданца, до свиданца. Не хочется уезжать. Ежели надумаете насчет дачи, решите, тогда дайте мне знать. Я тысяч пятьдесят взаймы достану. Серьезно? Подумайте. Вы уходите, жена поднимается. Ухожу, ухожу. Ха!